Следователи раскрыли убийство мужчины, чью ногу нашел сотрудник мусоросортировочного завода в Автограде. На это у них ушла ровно неделя. Небаловажную роль в этом сыграл хозяин квартиры, где произошло страшное преступление. Кем был убитый и какое наказание уже понес предполагаемый убийца, знает Нифиса Минязова. Страшную находку обнаружил сотрудник Тагаевского мусоросортировочного завода Автограда. 17 марта на конвейерной ленте он увидел человеческую ногу. Конечность лежала в обычном пакете вместе с остальными отходами. Мужчина тут же позвонил правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства и стали искать, кому принадлежала часть ноги. Никаких следов не было до вчерашнего дня. Накануне в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире, которую он сдает, обнаружил два мужских тела. Он пришел туда за деньгами. Квартиросъемщик, приехавший в Челны из Екатеринбурга, не выходил на связь и просрочил платеж за жилье. Выяснилось, что 34-летние молодые люди жили вместе и частенько выпивали. 14 марта во время очередного застолья они поругались, и злоумышленник решил избавиться от своего соседа, задушив его. Когда последний перестал подавать признаки жизни, он отнес тело в ванну и решил избавиться от него, но только по частям. Сначала включил воду, затем отрубил ему ноги, отрезал ухо, засунул все это в пакет и отнес на мусорку. Избавиться от тела не успел. Следователи предположили, чтобы его расчлинить, мужчина специально купил нож побольше. Но нервы не выдержали, когда увидел в новостях сообщение о найденной в мусорке конечности. Тело убитого мужчины без ноги с отрезанным ухом во рту лежало в ванне. Второй мужчина был найден в комнате с петлей на шее. Рядом лежала записка. Текст ее следователи не разглашают. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения человеческой ноги. В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Если выяснится, что никто больше не причастен к произошедшему, уголовное дело вероятнее всего закроет в связи со смертью подозреваемого. На всем меня звана Эль Абдулин, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе Вызов 112 на сайте ТНВ.ру и на ютуб-канале ТНВ. Подписывайтесь.